В очередной раз лента чемпионки ЦФО по художественной гимнастике Ангелины Шкатовой повисает на одной из потолочных балок. Для занятий художественной гимнастикой этот потолок слишком низкий. Весной на нем и на стенах появляются вот такие пятна с отслаивающейся краской и штукатуркой, которая едва не падает на голову. В таких особенных условиях тренируются владимирские гимнастки и умудряются выигрывать на всероссийских соревнованиях. Как говорит тренер Светлана Когарлицкая, не благодаря, а вопреки. Не хватает зала. У нас просто нет условий. У нас нет высоты потолка, у нас нет помоста. Мы не можем проводить соревнования, нам просто тесно. Идет очень много народу. Я уже не говорю о наборе, которого просто, как говорится, столько идет детишек, что мы просто их не можем взять. А сборным командам просто не хватает. Ну, представляете, вот два ковра на одном ковре юниора групповое, на другом мастерское групповое. То есть, допустим, личником той же Ангелине Шкатовой ей тренироваться уже негде получается, только на дорожке. Накануне сборная Владимирской области вернулась с чемпионата ЦФО по художественной гимнастике, где победила в групповых упражнениях. А в индивидуальном зачете Ангелина Шкатова заняла второе место. Мало кто знает, что за высоким результатом 12 лет упорных ежедневных семичасовых тренировок. Кровь, пот и слезы для того, чтобы выйти на топовый уровень. Иногда мажу стопы, если очень сильно болят, там проходит за ночь все. На следующий день все то же самое. Ну, это все тренировки, надо тренироваться, готовиться. Главное – перебороть себя. Вот как будто с собой соревнуешься, выходишь. Ну, с собой надо просто все сделать и все. Без боли никуда, и в спорах это только через боль. Ну, в многоборье я не очень хорошо выступила. У меня во всех видах были помарки. Ну, и в финале, в принципе, тоже. Но там уже чуть-чуть получше было. Но надо еще работать, работать и работать. В город Иваново наши гимнастки ехали только за победой в групповых упражнениях. Результат максимум в индивидуальном зачете – войти в десятку сильнейших и отобраться для участия в чемпионате России. Как раз результат Ангелины Шкатовой был непредсказуем совсем. Если честно, я даже на это не рассчитывала, потому что это ее был первый взрослый чемпионат. И она заняла второе место. Для меня это вообще было сюрпризом, если честно. Ну, вы знаете, обычно я говорю, надо выходить и выступать. Это самое главное. Верить в себя и выходить и выступать. Это все. Все остальное, то, что мы здесь наработали, то, что мы смогли сделать на сегодняшний день, надо выйти и показать, что ты умеешь. С 7 по 13 марта в Пензе пройдет чемпионат России по художественной гимнастике. На соревнованиях в составе команды ЦФО выступит и Ангелина Шкатова. После турнира в Иванове спортсменка уже приступила к подготовке к чемпионату. На борьбу за самые высокие награды Ангелина Шкатова и ее тренер Светлана Кагарлицкая настроены более чем решительно. Борис Пучков, Виталий Сергеев, Губерния 33.